кому дать люлей мы сейчас слюной подаемся я такой довольный сок прямо брызгать как будто бы из персика слюнки текут все настолько вкусно здесь смесь зерновых и конечно же кинза это высший уровень и люляшечка привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня готовлю очень вкусная люля-кебаб я вам просто расскажу как я делаю люля-кебаб чтобы он был обалденным аппетитным сочным и супер лучшим пока я раскрою несколько секретов самый первый секрет почему люля у кого-то не падает шампура а у нас у всех падает это потому что у нас уже есть шампура на которых мы привыкли жарить мясо но это совсем не те шампура на которых делают люля потому что шампур для люля имеет ширину как минимум почти в три раза шире и только благодаря этому он уже держится поэтому я покажу как сделать обалденный вкусный люля из барашка чтобы вы были довольны и чтобы ваши друзья и гости радовались тому чем вы их угощаете пока дрова прогорают мы посмотрим как я приготовил фарш заднюю ножку я хорошенечко зачистил от жирка он очень вкусно вот этот жирок поэтому я его буду использовать в плове вот об этом я говорил вот так мы разделяем мясо на группы мышц и вот эту верхнюю пленочку мы снимаем чтобы мяско было чистое и нагусенькое вот эту пленочку я аккуратно поддеваю ножом и срезаем когда я начинал вырезать все пленочки разрежаешь кусочек мяска а там три пленочки разрезаешь эти три пленочки там еще три пленочки казалось эти пленки никогда не закончится но так медленно за часочек я полностью все вырезал из-за того что сейчас и лето и очень много ос поэтому я на одевал колбаски носа на сам шампурик в автомобиле чтобы осы мне не мешали это очень просто берем фаршик и пытаемся сделать из него колбаску как будто бы из пластилина потом нанизываем ее на шампур и берем сам фаршик нижнюю часть вращаем в одну сторону и немножко обжимаем а верхние в другую и пытаемся вот так его за крутить противоположные стороны и весь секрет пропорции для фарша такие на один килограмм фарша я взял 350 грамм бараньего курдюка и 350 грамм лука все это лук я порезал мельче чем 5 на 5 миллиметров а курдюк я порезал тоже 5 на 5 миллиметров лук я смешал с молотым свежемолотым черным перцем кориандром зирой и солью хорошенечко его перетер он пустил сок и так постоял хотя бы с полчасика чтобы его клеточки размягчились потом я смешала лук с фаршем и еще эта смесь настаивалась хотя бы два-три часа можно и ночь после этого мы приехали и будем готовить обалденную вкусняшку жар уже прогорел приступим люляшки уже прекрасно зазолотились был один сбой системе он немножко раскрылся все остальные пока держатся вот так прекрасно золотиться сочиться бараний курдюк это очень вкусно вот такие шикарные люля кебабчики посмотрите шикарнейшие люлюшки из настоящего бараньего мяса с курдюком луком и зирой но это все должно специально быть подано вместе с замечательным зерновым дистиллятом как он красиво льется это специальный холодильник чтобы он давался подольше холодненьким здесь смесь зерновых рожь овес и кукуруза очень ароматная и вкусная как приятно обалденно и вот такие сочные класс давайте попробуем сок прям обрезать как будто бы из персика я первый раз ем люлю из курдючного жира это просто великолепно это супер это высший уровень курдючный жир лучше всего идет клюля вот такой светлый лучок лавашек и конечно же кинза и помидорчик слюнки текут все настолько вкусно я так увлекся но по-моему здесь уже ничего не осталось нет что-то еще есть отлично я очень доволен что еще есть замечательная порция вкуснейшего дистиллята из смеси зерновых и люляшечка я такой довольный я такой счастливый что у меня получились замечательные вот такие супер люля кебабы все золотистой корочкой все остались на шампурах на самых простых узеньких шампурах остались люшки кроме одной я специально вам это показал чтобы не быть супергероем потому что я такой же как и вы готовлю на кирпичиках из того что есть друзья если вам понравилось это видео как обычно вот такими двумя большими пальцами курдючном жире ставьте лайки вот такие лайки мощные ставьте потому что это действительно это просто верх совершенства это триумф повара вот такие люлюшки если вам понравилось это видео пишите комментарии что вы думаете подписывайтесь на мой канал ссылочка вот здесь внизу рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и и помните кухня это самое спокойное место